Я вас приветствую. Вот так выглядит осень. Как-то странно, ветка сильно наклонилась. Непонятно, чего она так наклонилась. Такое впечатление, что она отломается от дерева скоро. А ты будешь под ней идти? А так, под ней идти. А она там где база на голову бахнется. Надо быть и дерево с другой стороны. А у нас сегодня очень и очень прохладно. Ну вот как бы это у нас ноябрь заканчивается, да? Ну в таком плане. Последний день осени. Ну обычно в мае не бывает еще так холодно. А это 7 градусов. 7 градусов в тени в данный момент. Ну на солнце плюс 10, да? 17. Не, ну не сказать, бы, что я так, знаете, тут прям замерзаю вся. Нет. Ну так чувствуется прохладно и в квартире. В квартире у меня сегодня было 17 градусов с утра. Ну как форточки открыла, стало попрохладнее. Я иду, да это уж, спину лечить. Продолжаю лечение. Раз. Раз две недели. Раз две недели ежемесячно хожу лечить. Я вот смотрю, дедушка стыкует колясочкой. Скоро надо и себе, наверное, такую поиметь. Потому что нога болит. Так. Ладно. Иду на остановку. Быстро подъехал автобус. Я так съехала. Знаете, вот сюда смотрю. Вот здесь вот. И хочется загражаться здесь от зурда. Вот это вот дорога была, да? Вот вы видите, где люди, остановка. И дальше вот эти сады тут. Вот это ж половину дороги оттяпали. Я не знаю, зачем это сделали. Ну это так модно делать по всему миру такое. Брать и оттяпывать половину дороги. Ну сейчас по этой части обычно ездят эти там на самокатах, великах и так далее. Но они точно так же и по тротуару ездят. Я не знаю, зачем это делается. Ну типа расширить пешеходную часть. Так пешеходы все равно тут не ходят, потому что тут ездят эти. Так и смотри, чтоб тебя не сшибли. В общем, бред такой. Знаете, вот как-то по жизни почему-то все делается всегда в худшую сторону. Не в лучшую, а в худшую сторону. Вот было так, а потом всегда становится хуже. Даже любой сайт, который сделали, там какие-нибудь одноклассники или фейсбук, вот сразу как его сделают, он такой удобный. А потом проходит какое-то время, и вы нам изменили раз, изменили два, изменили три. И потом ты приходишь к выводу, что тебе крайне неудобно им пользоваться. Так, ну ладно. Повозмучала я с утра пораньше. Иду туда вот теперь, прямо-прямо, чуть-чуть до угла, на пятый этаж. И ремонтировать свою спину, продолжать. Получила свою порцию. Вот такая у нас красивая скайтауэр в утреннем свете. Знаете, она высокая. Та самая-самая маленькая катушечка наверху. Она девять этажей размер у нее. Ну и там она, по-моему, что-то до 400 метров. 360 чешок, вся ее высота. Это люди любят на веревочке попрыгать с самого большого кольца. Ага. Я иду в супермаркет, купить себе семена. А вот это вот так распиливаются деньги. Смотрите. Вот это дерево. А здесь ремонтировали дорогу. Ну и так сказать, поремонтировали вокруг деревья. Вот вокруг этого дерева. Ага. Вокруг этого дерева. Еще там они делают ремонт по той стороне. Ну, здесь чуть выше будет, по-моему, остановка. Или не будет, или что-то в этом духе должно быть. Остановка метро. Может, не здесь, а на параллельной улице. Ну, вот это вот они. Это дерево так обделали. Вот там два дерева еще впереди. Так вот, смотрите, ну, дерево, оно же растет. И в ширину, и в это не пройдет, и как, не знаю, месяца, как вот это все начнет поднимать своими корнями. Вот эту всю плитку. И всю вот эту, извините за выражение, хрень. Ну, через вот это вот черное, которое здесь, через него вода проходит. Если дождь, то вода проходит. А вообще, этим деревьям им там делают канавку такую внизу. И они там все поливаются внизу. А то вы подумаете, как это дерево сидит все в асфальте, и как же его поливают. Нет, там им подводится специально вода. А я видела, как это делается. Вот это оно такое, вот это вот такое черное, оно такое мягкое. Но оно все равно потрескается. А деньги уже списали. Потом спишут еще раз. Ну, так. Вот здесь был асфальт. Здесь был асфальт. Сделали плитку. Знаете, если кто-то в Москве думает, что это только Собянин у вас такой умный, списывает деньги на плитку. Ха-ха-ха. У нас уже это делают годами. Это, знаете, международный бренд такой. Поэтому не удивляйтесь, если у вас начинают срочно обдирать асфальт, а вместо него не новый асфальт положить, а какую-то плитку. Так, а что это такое? Это фотография с NZ Music Photography Exhibition. С выставки, на которой такие вот всякие музыканты и певицы. Ничего себе, коса такую я на себе приплела. Ха-ха, классную. Ну, потому что волосы как на голове черные. А тут такая коса белая. Я не знаю, кто это. Написано, что фотография сделана Иваном Коржевским. Вот там вот в верхнем левом углу написано. У нас, кстати, приезжает, я вчера увидела, мне прислали сообщение купить билеты. В октябре приезжает Арбакайте с концертом. Ну, с людьми не очень хочется на ее концерт идти. Я никогда она мне такая, знаете, как певица была, никакая. А вот смотрите, вот эти уроды, которые разрисовывают всякие стены, двери и прочее. Боже, они есть везде, во всем мире. Черт, я знаю, с одного гнезда вылетают чешу. Ну, еще я сделаю пару шагов и буду уже в каундауне. Куплю себе рыбки. Вот я поднялась за дерево. Хочу вам показать, смотрите. Вот на дереве лишайники. Надеюсь, видно. Так вот я поближе поднесу. Это говорит о том, какой у нас здесь чистый воздух. Несмотря на то, что это очень насыщенная улица, по которой ездят очень много автомобилей, у нас нет вот этого выхлопа ядовитого бензильного. И лишайники, они растут только там, где свежий и чистый воздух. Вот такой у нас свежий и чистый воздух. Цветочков много в супермаркете. Орхидеек нет. Ну, не цветут, наверное, сейчас. У меня-то тоже все в бутонах. В зусу есть всякие. Цикламены, каланхои. Гиацинты, которые еще не растели. Ну и хризантем в море. Так, сейчас возьму корзинку. И пойду с корзинкой. Какой облом. Такого осема, она в такой упаковке, как я хотела. 300 граммов, а нет. Как обидно. Противный супермаркет. Так. Есть только такой. Знаете, раньше это было по 100 грамм. Теперь это все попаковали по 80 грамм. Надкусили 20 грамм. Ага. И продают 3 на 20. Так, 8 долларов с чем-то. Ну, вот это вот я имею в виду, вот это, на которую прям камера сейчас. Я не хочу такой. Я хотела именно в той упаковке. Ну, вот так, ну, посмотрю. Может, какой-то белой рыбки купить. Какой-нибудь трещечки, может быть. Готовиться не хочется. Знаете. Противно. Как? Чушь они... Ой, нашла. Нашла. Даром покритиковала. Супермаркет. Вот. 20 долларов. А это на скидку. А вообще так 23,50. Вот это вот. 300 грамм. А раньше, когда, знаете, оно только появилось. Давно. Лет 8 назад. Может, больше. Вот это стоило 15 долларов. 300 грамм. Потом стало стоить 16,17,18,20 и так далее. Ну, сейчас уже такая хорошая цена. 23. И теперь уже 23... Нет, 22. 22,50. Обманываю вас немножко. А что они пишут? 20. Слышите, это такие... Все-таки написали. Смотрите. 20, по-моему. Я без очков 20... Нет, 23,50. Господи. Слепандя такая. Сблизи не вижу. Сдалека вижу, как горные орелы. Сблизи не вижу. Ура! Нашла. Купила. Вот моя корзинка стоит. Так. Тут все такое красивое, соблазнительное. 9,30 для потолстения. Знаете, оно такое... Как вам сказать? Тяжелое. Не знаю сколько. Грамм 600, наверное, весит. Такое. Классно. Типа тортика, да? Такое вот... Лимонный пирог. Это шоколадный. А вот такие есть... Всякие маленькие. Которые можно купить. Которые можно купить. С таким кремом. А знаете, чтобы не хотелось купить... Ага. Я читаю состав. Как прочитаю состав. А там написано. Palm oil. То есть пальмовое масло. И все. И тебе сразу перехачивается. Покупать всякие вот эти шоколадные тортики. Ага. Так. Чтобы еще такое... Ну, как бы... Ничего мне не впечатляет до потолстения. Пройдусь дальше. Иду, смотрю тут на всякие беконы. Колбасы. Нижний насход. Я все есть. Я зашла только за рыбой. Я сегодня строго выдержу этот момент. Что я зашла именно за рыбой. Ну, потому что действительно. Ничего не надо. Ну, вот может такой, знаете, какой-нибудь там... Хумус. Хумус себе купить. На хлебушек чуть-чуть понамазать. Какой-нибудь, какой-нибудь выбрать. Чтобы он был не очень соленый. Потому что оно такое все бывает соленое. Да не, не буду. Так. Сыров всяких наложили. А, ну, вспомни, сметану мне надо купить. Где сметана? Я еще не дошла до нее. А он там, по-моему, дальше. Где-то. А то у меня сметана заканчивается. Комна. Ага. Так, знаете, я так смотрю, смотрю. Я, правда, без завтрака пошла. Без завтрака нельзя ходить в супермаркет. Как пошла, так пошла. Вот если вы хотите купить крем-чиз в Филадельфии, не покупайте. Я прочитала. В нем пальмовое масло. Вот в этих наших, которые делают в Новой Зеландии, вот здесь, ну, это тоже делают. Нет, это сделано в Австралии. Ага. Сейчас побежали мы покупать ваше австралийское с пальмовым маслом. А вот Новой Зеландии делают без пальмового масла. Поэтому, поэтому купуем ветчизняны. Наконец-то дошла до сметаны. Раньше она была там в уголке. Сейчас вот ее сдвинули аж сюда. Аж сюда, аж сюда. Дэйри Фри Савокрин. Вот, смотрите, 7 долларов. Такая манипютненькая коробочка. Это не молочная. 240 грамм написано. За то, что без молока сделано. Из кокоса сметана. Пробовать не буду. Так, возьму какую-нибудь. Какая тут есть. Такая настоящая. И тут все попереставляли. Тут раньше стояли оливки, огурцы. Теперь молоко поставили. Ну, знаете, им полагается раз в 5 лет обновлять свой дизайн. Это не ее так обновляют, попереставляют, чтобы ты потом бегал. Это специально. А то ты привыкаешь и не ходишь по другим айлам. А так они вот специально попереставляли. И поэтому... Поэтому... По-моему, тебе придется искать то, что тебе надо. А заодно ты купишь то, что тебе не надо. Куплю по дешевке. Для потолстения. Ну, какой-нибудь такой. Печ его. Вот такой, чтобы не шоколадный. Туда прям даром. Триста двадцать пять грамм. Вот такой. Как будто бы без шоколада было так хорошо. Без шоколада нет. Все шоколадом. То, что люди хотят. Нет, без шоколада есть. Вот такое. Нашла. Вот такое. Без шоколада. Вот такое. Песочное. Возьми. Поваляется дома. А вдруг захочется. Вдруг захочется. Вдруг захочется. Так. Ладно. Соблазняться больше особо ничем не буду. Йогурт. Йогурт я еще не доела. Тот, который у меня есть. Поэтому иду на кассу. Сыра такого, как я люблю. Камамбер. Здесь такого нету. Почему-то в этом магазине этого бренда нету. И поэтому мимо сыра прохожу мимо. Тут и выбор не очень большой. Но это ж маленький супермаркет. У нас. Такой себе. Виноградик красивый. 14 долларов в килограмм. Синенький. Зелененький. Красненький. Так выглядит аппетитно. Арбузик можно купить. Кусочек такой. Четвертинку за 12,50. Малина свежая. Там вот такое черное. Я не знаю, как оно называется. На малину похожее. 7,50. Дыни нарезанные. Ну, вы ж помните, да? Что у нас. Последний день осени. Ой, а виноград такой завлекательный. Знаете, я уже его сто лет не покупала. Это куплю, наверное, вот такую одни веточку. Синенького. Еще хочу купить свои эти. Любимые груши. Так как я особо ничего такого не набирала. Поэтому донести можно будет легко. Груши 4,99. Вот такие. Ой, они полежат. Вот такие классные делаются. Вкусные, сочные. Скромная моя корзиночка. Ну, я помню, что мне ее надо нести в рукав. Пошла я платить. Я вернулась. А в клюве удалось принести. Вот такие. Груши. Классные. Вот полежат. Мне так нравится. Пакхем называется. Полежат чуть-чуть. И потом такие. Ням-ням-ням-ням-ням. Соблазнилась еще. Я уже выключила камеру там в магазине. Соблазнилась еще на такие мандаринки. По 5 долларов были. Килограмм. Класс. Сейчас намою и наимся фруктов. Ну, и виноградик. Смотрите, какой виноградик получился. Сейчас я все это в водичку помою. Гляньте, какая веточка. Ой, класс. Знаете, он еще в этом, в таком налете. Вот такой, между прочим, налет на орхидеях бывает, на листьях. Когда кажется, что они пыльные, а они и не пыльные. Вот, кстати, такой налет еще бывает на сливах, когда они только с дерева. Может, не все видели, как сливы растут на дереве. Ой, да, что еще? Что еще? Вы же видели. Для потолстения. Ну, такое. Такое чего. Я, между прочим, его, когда делала конфетки, я использовала вот такое печенье. Конфетки, знаете, из чего? Из сухофруктов. Вот я, когда делала из сухофруктов конфетки, я использовала такое печенье. Ну, в общем-то, я его как бы и не собираюсь. Сейчас прям так сразу кушать. Сейчас я его так разрежу. Ну, такие вот печенушечки. Просто обыкновенные из песочного теста. Надолго хватит 300 граммов. А то всегда меня спрашивают, насколько мне хватит. Надолго. Я не сажусь и не ем целый кулек. Сразу. Это точно. Ой. Сейчас собью камеру. Так, сметана. Сметана такая. 250 грамм. Сейчас медиточек попадётся. А то чека не видно. Так. А вот и чек. Значит, мандарины. Было на 3,60 по 5 долларов килограмм. Груши 870 грамм. 4,99, 4,34. Виноградик потянул на 700 с лишним грамм. На 10,42. Печенечка 2,20 всего. Прям даром. Сметанка 4,15. Такая. Лайт я беру. Потому что если взять не лайт, она будет такая сильно жирная. Даже не так жирная. Она какая-то такая будет. Сильно. Не надо, чтобы пожиже было. Мы привыкли. Чтобы сметана была такая пожиже. А та будет такая. Прям страшное дело. Так. Ну и это ж. Рыбка, рыбка. Где твоя улыбка? Полная задора и огня. Самая нелепая ошибка. Та, что ты уходишь от меня. Это правда не про рыбку было, а про мишку. Вот тут предлагают делать такие бутербродики. Нарезаешь так батончик. Такой. Потом огурчик туда. Смазываешь каким-нибудь крим-чизем. Крим-чизем. Потом семон. Потом что-то там еще такое. Какой-то там типа хумуса. С этим. Со свеклой. Ну так получаются такие классные бутербродики. В общем, итого потратила я. Сколько я истратила. 44 доллара. 44 доллара и 71 копеечку. Ну ничего. Классно. Так, пошла я пить чай. У меня уже чай заварился, между прочим. Так что приступаю к попивке. К попивке чая. Ага. И вам такого желаю. И даже приятного аппетита. Увидимся еще. Продолжение следует. Продолжение следует.